все но это так называемый пятый элемент нашей системы животноводства частности крупный рогатый скот вот мы завели коровок пока это так в ограниченном количестве пробуем приспосабливаемся учимся выращивать вот местном мясной это мясной скот до чисто мясной отел вот у нас успешно прошел первый раз тут пока вы ну пока все нормально все для чего нам это нужно ну для того что как бы мы ни старались без животноводства мы не сможем такой продуктивности от наших почв добиться как с животными так сложилось или как сказать так и эволюция так шла что наши почвы формировались совместно и под воздействием животных была пышная растительность ходили их животные поедали из удобряли своими отходами жизнедеятельности так скажем удобряли почву из этого почвы были очень плодородная пока человек не стал применять на ней вот эти улучшения да как ему казалось не начал ее обрабатывать не начал ее вносить туда удобрения и так далее что мы имеем в конце концов если раньше целинные земли или как их сказать вот эти дикие до нашей степи имели и 10 и 12 процентов гумуса то сейчас мы радуемся если в почве 3 процента вот и этот процесс он его невозможно остановить если мы не поменяем способ ведения сельского хозяйства нельзя сказать что вот одни коровы решат там все проблемы да или одни покровные культуры решат проблемы это все систем но элементы вот этой системы которые могут нам помочь ну и кроме того вот мы видели с вами да тот участок где мы засеяли на фураж покровные летние покровные культуры на фураж пропустив зеленую массу этих покровных культур через коров мы компенсируем часть затрат а может даже и прибыль какую-то получим продав мясо вот верхушки когда верхушки животным какая корешки почве и почвенному плодородию так вкратце пока вы планируете скашивать да вот здесь у вас небольшая территория под электропастухом туда пока вы на основные свои плантации вы его переносить не не плане ну мы когда вырастет то что можно будет скашивать или стравливать там пока не мы тогда и при примем решение пока как бы 50 на 50 скашивание и как бы отчуждение это такой вариант которому который мы всегда можем сделать так скажем труднее вот туда животных перебра переправить да если мы найдем возможность скажем так потому что это будет не дешево стоите просто так я приму решение хорошо я эти деньги просто выбрасываю если я я буду готов это сделать к тому моменту вот то мы это сделаем если нет мы скосим и привезем вот здесь их с кормом они здесь уже месяц спасутся вот они так довольно прилично уже подобрали то есть к моменту когда там пастбище будет готова для того чтобы стравливать здесь уже поэтому пока они здесь здесь мы засевали это был такой экспериментальный участок здесь мы первый раз вырастили пшеницу без удобрений без вообще без агроресурсов это получилось мы делали то же самое сеяли суданку суданку скашивали и после нее вырастили пшеницу получили 17 центнеров но это было абсолютно без агроресурсов то есть такая вот такой такое звено на пути к органическому ноутилу а сейчас здесь ничего не посеяли сейчас ничего после вот прошлом году мы убрали пшеницу и посеяли тут покровные культуры но больше кукурузы в основном кукуруза когда кукуруза выросла там ну наверно по колено вот после пшеницы мы ее выпасли да мы этот открыли доступ к ром они и все съели я вам хочу сказать пока не ели кукурузу вот это то что они забыли вообще что такое люцир новая сена к нему вообще не подходим даже у нас потом ранний мороз был и кукуруза ну замерзла и высохла как бы сухие листья они все равно предпочитали поедать в сухие листья вот этим побитые морозом кукурузные чем есть сена вот им было интереснее гулять кушать вот это по поели все до последнего листочка тогда начали сена есть который им заготовлен